Доброе утро, дорогие друзья. Итак, пятница. Давайте порассуждаем. Предположим, в супермаркете устроили акцию. Всем участникам дали 10 минут и сказали, хватай, что можешь. Люди метаются между полками, выбирая наиболее ценные товары, потому что никто не хочет упустить возможности выйти из магазина с кочаном капусты. Почему в жизни мы так не бегаем? Не боимся упустить возможности выйти из супермаркета жизни с пакетиком картошки или капусты. Ведь жизнь важнее покупки в супермаркете. Проанализируйте историю своей жизни. Проверьте, на что уже потрачено время, которое вы прожили. Прошлое может показаться туманным, но со временем туман еще больше становится, еще гуще. Поэтому лучше сделать это сейчас, оценить свою жизнь, которая была до того, до сегодняшнего дня. Никто не знает, когда остановятся чьи-то собственные часы. Сегодня они тикают, значит можно еще успеть. В перке я вот, сказано, сделать шуву за день до смерти. То есть вернись на правильный путь. Спросили мудреца, откуда человек знает, когда у него день смерти. Ответил мудрец, правильно, поэтому расскайся сегодня. Именно сегодня вернись на правильный путь. Сегодня начни вкладывать себя в духовные процессы. Где-то там 5 минут занятий, где-то доброе дело. Здесь какие-то хорошие, что-нибудь. Делай движение. Надо двигаться. Глядишь, соберешь и серьезный капитал. Есть два подхода к жизни. Первое. Жизнь, быстро пролетающие года. Зачем вкладывать в какую-то глупость? Надо гулять, никаких усилий не прилагать. Легкие удовольствия. Там покрутился, там получил. Второе. Это жизнь, подарок Всевышнего. И каждый миг ее бесценен. Зачем же тратить его бездумно просто так? Часто люди думают, что им сложно или даже невозможно. Или поздно уже там что-то менять. Представьте себе на минутку, что вы участники громадного реалити-шоу. Весь мир смотрит трансляцию ваших действий. Люди громко радуются вашим успехам. Или кричат позор, когда вы что-то не так делаете. Миллионы глаз следят за вашим каждым шагом. Подумаете ли вы дважды, прежде чем что-то сказать не так или сделать неправильно? Не увеличится ли чудесным образом ваше желание быть хорошим человеком? Не увеличится ли ваше желание там учить, показывать, как страх перед небом что-то делать? Конечно увеличится. А ведь так и есть. Скрытая камера следит за нами всеми. И хорошо бы постоянно помнить об этом. Постоянно осознавать, что у Всевышнего есть такая камера, которая за нами следит. 24 часа в сутки все записывается, снимается на божественное видео. Больше того, в том числе и наши мысли. И придет день, когда нам придется хорошенько потрудиться, чтобы объяснить, попытаться все свои поступки. Вот об этом, наверное, человек и должен думать. Мы с вами сегодня в шаге от шаббата. Сейчас к вечеру шаббат. В шаббате заложено множество идей. Но, пожалуй, самое распространенное из них глазит, что этот день представляет собой конечную точку. На еврейке тахлит процесса. Недельные будни это периоды работы. Строительство, которое мы строим в свою жизнь, что-то меняем. В шаббат строительство прекращается. И мы начинаем осознавать значение того, чувство удовлетворенности, чего мы достигли за неделю. Шаббат это не просто отдых или бездействие. Это празднование успешно завершенной работы предыдущей шесть дней. Вместе с шаббатом Тора всегда упоминает шесть дней. Как всегда говорится, шесть дней работы и седьмой отдыха никогда нет отдельно. Идея здесь ясна. Шаббат приходит только после работы и благодаря ей. Если мы всю неделю чишем себе вот это по тылу, если мы ничего не делаем, шаббат он такой слабенький. Каждый процесс должен иметь завершение, которое наполняет смыслом ее. Шаббат учит нас, что всякая работа должна иметь цель. Путешественник не просто блуждает себе там, он идет к какой-то цели. Ни одна коммерческая фирма не управляется на АБУ. Администрация стремится вести дела по определенному плану, ставит цели, стремится. Наша жизнь заслуживает того, чтобы в ней, по крайней мере, был какой-то план. И самая лучшая схема управления нашей жизнью звучит так. Шесть дней работай, а в седьмой отдыхай. Брахава от слаха, хорошего шаббата. Вы знаете, я похвастаюсь, я два года не был в Израиле, сейчас добрался до Израиля. Поэтому из земли обетованной всем брахавы от слаха, хорошего шаббата, всего самого-самого лучшего. И не болейте. Продолжение следует...